Ну что ж, потихоньку будем начинать. Спасибо большое за вашу обратную связь. Я очень бы хотел, чтобы мы с вами сегодняшний вебинар провели активно, позитивно, именно в таком контакте, в живом общении. Это не запись. Сегодня именно 28 сентября. Это не автовебинар. Вы можете задавать свои вопросы, быть активными. Мы будем в диалоге. Настраивайтесь на такую достаточно серьезную работу. Я знаю, что многие смотрят вебинар, параллельно что-то делая, готовя ужин или еще что-то. Безусловно, это может быть так. Но если у вас есть возможность сконцентрироваться, сесть, может быть, взять ручку и блокнот, тем более будут некоторые практики, которые потребуют соединения с самим собой, так скажем. Если у вас будет такая возможность, это было бы идеально. Хорошо. Добрый вечер всем. Тема вебинара «Как дальше жить». Как дальше жить именно в условиях тотальной неопределенности. Те события, которые происходят в мире, ну, грубо говоря, начиная уже с 2020 года, с пандемии, они уже активно подкашивали психику многих из нас. Но те турбулентные времена, которые наступают сейчас, они действительно словно выбивают мощным молотом каким-то ту почву, которую мы так долго заботливо выстраивали под своими ногами. И для многих это, конечно же, просто невообразимые события, все то, что происходит сейчас в мире. Я бы хотел, чтобы этот вебинар, который я для вас подготовил, стал для вас действительно такой опорой, поддержкой, возможностью как-то соединиться с самим собой, как-то найти для себя смыслы, ответы о том, как вообще дальше существовать. Потому что в тех опросах, которые я проводил в своих группах, я видел разные ответы. Вплоть до того, что я ничего не могу делать, я не могу спать из-за тревоги, я устала постоянно бояться, я не знаю вообще, зачем дальше жить и как существовать. И это все то, что может действительно выбивать даже здоровую, подготовленную психику. И это нормально. Даже у психологов бывают ситуации, когда мы в том, что сейчас происходит, чувствуем нестабильность, чувствуем непонимание, как дальше быть. Тем более люди, которые, может быть, не очень знакомы с психологией или не прорабатывают как-то этот момент. Я понимаю, что не у всех есть возможность пойти к психологу. Поэтому качественная психологическая помощь – это не дешевое удовольствие, так скажем. Но я надеюсь, что те техники, та информация, которую я сегодня вам дам, для кого-то будет... Ну, действительно, я очень хочу верить, что кому-то она, может быть, даже и жизнь спасет. Я ставлю для себя большие амбициозные цели. Ну, давайте немножечко включимся в процесс. Я вижу, что у нас из разной географии сегодня люди, есть и девушки, есть и мужчины. Я сразу хочу предупредить. Те события, которые развиваются в мире, как-то их обсуждать с моей личной точки зрения, с политической точки зрения, я не намерен, потому что это безумно скользкая тема. Более того, я знаю то, что даже я не буду выражать свою позицию, это уже кого-то будет триггерить и вызывать эмоции. Поэтому сразу хочу сказать, какие-то темы мы не будем обсуждать. Более того, если я увижу какую-то политику в чате или ненависть друг к другу, я однозначно сразу буду банить. Давайте хотя бы, чтобы это место было пространством, ну, какой-то человечности, доброты. Неважно, из какого вы города, какой вы национальности, какие у вас взаимоотношения с кем-либо. Давайте попробуем вот эти полтора часа сделать местом опоры такого благополучия и заботы человеческой друг о друге. Хорошо? Я надеюсь, что вы это тоже хотите и понимаете. Хотя эмоции могут быть разные, и мы об этом поговорим с самого начала сегодняшнего вебинара. Итак, о чем мы поговорим сегодня в программе? Мы поговорим о том, как перестать бояться, тревожиться, испытывать сильный страх, как следствие нормализовать сон, потому что очень часто сон сейчас нарушается у большинства людей из-за вот этого огромного потока мыслей, которые просто выбрасывают в кровь колоссальный коктейль гормонов стресса. И тело мобилизовано так, как будто рядом происходит что-то страшное, что-то ужасное. Хотя, может быть, это не рядом с вами, а где-то далеко. И поэтому сон просто уходит на второй план. Об этом тоже поговорим. Как выбраться из апатии и депрессии? Ну, депрессия, я здесь, конечно, в таком за уши притянутое слово, потому что депрессия все-таки это заболевание. И если вы чувствуете признаки депрессии, я бы рекомендовал сразу обращаться к специалисту, психотерапевту или даже психиатру. Не откладывайте в долгий ящик. Но как вот это субдепрессивное состояние, как чувство апатии от него избавиться, мы поговорим. Как обрести смысл всего происходящего? Конечно же, смысл это то, что даст опору в любой ситуации. Как говорил еще всем известный Виктор Франкл, я думаю, многим известный, что когда ты знаешь зачем, ты можешь вынести любое как. Ну, первым это говорил Ницше, но так или иначе. Это фраза, которую он популяризовал, будучи в концлагере. Это то, что может канатом привязывать нас к жизни и давать веру в лучшее и в будущее. Как вернуть себе ресурсы поддержку и как и после вебинара оставаться в ресурсе и иметь поддержку. Я расскажу о том, как мы с вами дальше можем быть вместе и давать друг другу опору и поддержку. Ну, обо мне я долго говорить не буду. Просто поставьте плюс, кто подписан на меня, кто знает меня, кто, возможно, был на каких-то моих вебинарах. Минус, если вы первый раз меня видите, первый раз слышите мой голос. Мне хочется понять, насколько у меня сегодня аудитория, которая была уже со мной когда-то рядышком. Я психолог, сексолог, коуч. Давным-давно я провел свой первый тренинг в 2007 году. И с тех пор я влюбился в проведение тренингов, вебинаров, в личное консультирование, в коучинг. И я надеюсь, мне хочется верить, что у меня это неплохо получается. Я являюсь преподавателем Академии дополнительного образования на курсе психологическое консультирование, коучинг. Я являюсь основателем и ведущим клуба онлайн-психологов. И на данный момент пишу книгу по теме избавления от детских травм и обид. Это тема, в которой... И мне хочется в ней интегрировать весь свой опыт, который помогает мне на консультациях. И дай бог, что в ближайшие полгода-год эта книга выйдет в свет. Я обязательно тоже о ней расскажу в своих социальных сетях. Ну, хорошо. Спасибо за вашу обратную связь. Вижу, что большинство знает. Друзья, у меня будет просьба, побудьте мне ассистентами немножко. Если у кого-то зависает что-то, да, или у кого-то пропал звук, напишите, пожалуйста, в чате друг другу о том, чтобы попробовали перезайти, обновили страницу или перезашли по этой же ссылке. Хорошо, чтобы я не отвлекался. Итак, ну, обо мне хватит. Давайте теперь немножко о вас. Расскажите вообще о том, что у вас сейчас происходит. Не стесняйтесь, без прикрас. Вот то, что есть в моменте, то, что на душе, то, что в сердце. Есть ли среди вас те, чьи близкие уже на фронте, неважно с какой стороны, неважно военные, а не военные. Вот напишите, если есть, то как это происходит сейчас у вас. Кому пришли повестки в Российской Федерации, кто уже уехал в другую страну, потому что не хочет контактировать с этим вообще никак и видит себя вне этого пространства. Может быть, пока это вас вообще никак не коснулось, и у вас все хорошо, все окей, вы просто пришли сюда посмотреть для того, чтобы, ну, как быть полезным для своих близких или своих родственников. Вот напишите все, что сейчас есть на душе. Что, какая ситуация, вот именно состояние, ситуация, как давно, может быть, вы находитесь, если в страхе, в тревоге. Да, у нас сегодня достаточно много женщин, да, Татьяна пишет, одни женщины пока. Нет, я вижу, и Артем здесь писал. Анна, страх. Лариса сегодня была уже у психолога. Страх, чувство несправедливости, страх, огромный стресс, обиды, что многие поддерживают войну. Да, я очень призываю вас быть корректными сейчас, потому что каждое высказывание может ранить друг друга. Это, знаете, сейчас настолько сорвали, вот знаете, когда рана зажила, ее срывают, и она болезненная. И вот такое ощущение, что просто взяли, и по каждому из нас прошлись наждачной бумагой, болгаркой, я не знаю, чем еще. И мы можем ранить друг друга просто перышком. Вроде бы ничего ты не сказал такого, а другому больно. И эта боль вызывает агрессию, эта боль вызывает страх, страдания, ненависть, гнев и даже ярость. Поэтому я прошу вас с пониманием отнестись друг к другу, просто потому что, поймите, что мы сейчас практически все находимся без кожи, с содранной кожей. Вот мы люди с содранной кожей сейчас. И моя задача, вот какой-то, какой-то, может быть, на 5-10% бальзам вам просто дать, вот на эту кожу, на эту отсутствующую кожу, чтобы вам было комфортно. Да, ну вот вы можете читать ответы друг друга. Спасибо большое за искренность, за активность, за то, что вы вместе сейчас здесь сейчас. Что чувствуете сейчас? Давайте чуть больше про вас, чуть больше от ситуации уйдем к тому, что сейчас с вами происходит. Вот исходя из этой ситуации, вот которую вы описали, что с вами внутри? Может быть, уже очень давно, а может быть, сейчас в моменте. Какие эмоции? Какой спектр эмоций? Причем это могут быть разнополярные чувства. Это могут быть чувства и, не знаю, там, какого-то героизма, и чувства ненависти, и чувства любви, чувства гордости, и чувства страха. Это могут быть вообще дикая смесь просто. Поэтому пишите все, что на душе, все, что чувствуете, я имею в виду в эмоциональном фоне. Не хочется ничего делать, не вижу смысла, Анисад. Так, родного брата могут призвать, ему 48, но специалист здоровья не очень его, я, конечно, тревожусь. Вот пускай сейчас мы в это пространство все выплеснем. И знаете, когда, как вы там, помните мультик про котенка Гав? Давай бояться вместе. Когда была гроза, молния, он пошел на чердак с этим щенком и говорит, давай бояться вместе. Вот давайте испытывать чувства вместе. Давайте чувствовать, что до последнего дня мы человеки, мы люди, и мы можем выражать свои эмоции, и это нормально. Нано, дезориентация, злость, боль, Венера, у меня все равно, все ровно и хорошо. Благодарю, Венера, за честный ответ. Страх и неизвестность, чувство злости и отчаяния. Алена, страшно за мужа, за будущее. Страх будущего, есть ли оно, в чем тогда смысл? Конечно, если вообще сейчас активно уже начинается звучать все больше и больше тема ядерного какого-то оружия, ядерного взрыва, ну, тогда вообще тотальнее неопределенность на своем веку представить просто даже сложно. Вы знаете, когда я готовился к этому вебинару, я перечитывал книгу по работе с катастрофизацией, ну, есть такая тема в когнитивно-поединческой терапии, там были некоторые вопросы, и один из вопросов звучал так, а насколько то, что ты сейчас испытываешь, или насколько то, что рисует твое воображение, действительно ужасно по сравнению с войной, пытками или концлагерем? И как же было мне горько осознавать, что, а теперь вот это стало нашей реальностью, с чем обычно мы сравним, ну, когда человек говорил, ой, я переживаю, что я буду выступать, и надо мной будут смеяться, да, и я мог, например, сказать, ну, окей, представь, что на тобой смеются, насколько это ужасно по сравнению вот с войной, там, пытками и так далее. И человек немножко это отрезвляло, да, или там давало какую-то опору, а сейчас нет ничего ужаснее, что мы могли бы представить. И какие-то инструменты у психологов, в том числе выбиты из рук, да, в том числе нам сложнее стало помогать. Ну, хорошо, спасибо большое за вашу искренность, давайте двигаться дальше. Я хотел бы, вот вы проговорили про свои эмоции, я хотел бы убрать некоторые вторичные эмоции. Что такое вторичные эмоции? Это эмоции по поводу своих эмоций. Например, вы испытываете страх, нормальный человеческий страх. И я видел все равно, что у нас есть мужчины здесь, да неважно, мужчина, женщина, какая разница. И вот этот страх, он может рождать вторичную эмоцию стыда, как мне не стыдно бояться. Или он может вторичную эмоцию вины, или он может рождать вторичную эмоцию злости на себя, на других, что я боюсь, например. И вот чтобы немножко убрать хотя бы вторичные эмоции, потому что чем больше эмоций, тем сильнее идет раздрай, тем сильнее идет, ну, если упрощать, вот этот вот коктейль эмоциональный, коктейль гормональный в кровь. Что я вам предлагаю сделать? Если у вас есть ручка и бумага, вы можете прямо сейчас написать вот такую фразу. Несколько фраз, начинающихся со слов. Я имею право. Или мне можно. Как вам лучше отзывается, как вам лучше откликается. Например, я имею право бояться. Или я имею право злиться. Или мне можно быть слабой. Или мне можно не знать, что делать в такой ситуации, потому что меня в школе этому не учили. Мама меня этому не учила. Или я имею право быть в апатии сейчас, быть раздраженным, кричать, злиться, топать ногами. Я имею право на это. Вот дайте себе право, скажите, мне можно. Это не значит, что вот упасть в это, упасть на дно. Но это значит соприкоснуться со своей человеческой частью. Не гнобить себя за то, что ну вот, что ты как там размазня, что ты как слабак. Да, мобилизоваться внутри себя. Господи, почему это слово? Уже второй раз у меня звучит по отношению к себе, к своим эмоциям. Да, вот насколько все-таки поле влияет на всех нас. Включиться, я скажу так. Нужно, да. И взрослую позицию активировать себе нужно. Мы об этом сегодня много будем говорить. Но прежде чем это сделать, необходимо дать себе право быть человеком, быть живым. Можно прям сказать, я не святая, я живая. Да, я живая, я живой, я имею право испытывать весь спектр эмоций. Я имею право проявить свои слабости. Я имею право столкнуться с самим собой, таким, которым я себя еще не видел. И вот эта ситуация, которая происходит, она словно обнажает нас. Это как какое-то очень увеличительное зеркало, такое, которое показывает все наши неровности, все наши шероховатости, нас личные и вообще общество в целом. Многие люди начинают для нас проявляться с каких-то невообразимых сторон. Мы даже не могли представить, что вот так эти люди проявятся перед нами. Сейчас тотальное увеличительное стекло над каждым, как будто бы все маски сорваны. И худшее, что можно сделать, это продолжать держать маску. Лучшее, что можно сделать, это хотя бы признаться себе честно. Да, я боюсь. Или да, я не знаю, что делать. Или да, мне хочется кричать и плакать. Вот дайте себе право хотя бы на минуту делать это. Почему сейчас так страшно и выносимо? Татьяна, вебинар ни о чем. Татьяна, просто крестик нажимайте, и все. Почему сейчас так страшно и невыносимо? Ситуация... Вот смотрите, я очень много консультирую. Примерно 4 человека в день, каждый день я консультирую, ну, кроме выходных. И одна из основных целей каждой консультации, это помочь человеку, знаете, подрасти немножко, войти в более взрослую позицию. Потому что очень часто нас травмируют события, когда мы в детской позиции. Ну, простой пример, банальный, не будем брать с тревогой, со страхом. Например, ревность. Мужчина или женщина ревнует своего супруга или там партнера, партнершу по отношениям. Почему? Потому что в детстве, например, там была тотальная брошенность, изоляция или что-то такое, отверженность, да? И эта детская травма, она фонит, и во взрослой жизни, когда там, не знаю, что-то похожее на отвержение, когда там муж или жена долго не берут руку, когда он с кем-то или она с кем-то, мы регрессируем вот в ту детскую травму. И то есть, если в обычной жизни нас может триггерить и вызывать гнев, ярость, ревность, ужас, какое-то событие нейтральное, ну, как нейтральное, более-менее, ну, там, муж задержался, не позвонил, там, три часа уже время, там, не знаю, 10 часов вечера, да, и муж не звонит. Ну, более-менее нейтральное событие по сравнению с тем, что сейчас происходит. И нас это может выбивать из колеи. То представьте, сейчас тотальная неопределенность, и если мы по жизни находимся не в зрелой, не во взрослой позиции, поймите, и услышите, я сейчас ни в коем случае не там как-то хочу вас обидеть, да, или подчеркнуть какие-то несовершенства. У меня у самого есть какие-то там тараканы в голове, которые тоже я прорабатываю. Но факт остается с фактом, что если мы сейчас в мире существуем, опираясь на какие-то, на своего травмированного внутреннего ребенка, то этот трэш, который сейчас происходит в мире, внутренний ребенок не переживет. То есть задача подращивать свою взрослую позицию. И как это делать, мы в том числе сегодня поговорим. Задача уберечь своего внутреннего, очень часто у большинства из нас травмированного, ну, в той или иной степени внутреннего ребенка, убрать его с передовой, убрать его с того, что вообще сейчас происходит, и сказать, что подожди, мой хороший, я иду, да, я иду, и я беру ответственность на себя, и я буду решать этот вопрос. Но когда мы регрессируем и впадаем вот в эту тотальную детскую позицию, то это просто будет самый кошмар и ад того, что есть. То есть ресурса никакого не будет. Поэтому первое, что нужно, это ресурсировать своего внутреннего ребенка и взращивать в себе взрослого. Это не процесс одного дня. Многие ходят в терапию неделями, месяцами, чтобы потихоньку наблюдать в те ситуации, в которых человек уходит в детскую позицию и вырабатывать новую, взрослую, зрелую позицию. Возможно, на терапии додавать своему внутреннему ребенку то, что он недополучил тогда с родителями, или что было тогда отнято у него, там, не знаю, учительница, которая говорила сиди и не помалкивай, да, и ребенок вот принял эту позицию и теперь он вообще не знает, как себя вести. Это не, как бы, не ситуация одного дня, но это можно делать, это можно трансформировать. Я хочу нормализовать тревогу, немножко про тревогу. Вот сейчас очень много тревоги в пространстве, куда, куда не глянь. Я хочу сказать о том, что тревога, это нормально, потому что многие начинают уже тревожиться, тревоги, то есть как будто бы тревожиться, это плохо, ну то есть такое состояние, что вот у меня возникает тревога, ой, со мной что-то не так, так, стоп, 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 я должна перестать тревожиться, гоню эти мысли, и вот я себя накручиваю, и уже начинаю тревожиться, беспокоиться, переживать по поводу вот этой тревоги. Тревога – это нормально, это нормальная реакция, ее испытывают все нормальные люди, более того, тревога помогла нам всем выживать, И все, кто не тревожился, они давно уже съедены там саблезубыми тиграми, все наши предки. Выжили самые тревожные. Выжили, но не жили благополучно, я так скажу. И цель не избавиться полностью от тревоги. Не ставьте себе вот такую невыполнимую цель. Нормальная цель – это принять тревогу, сказать, да, это нормально, что я тревожусь в такой ситуации, в такой необыкновенной ситуации, которая никогда раньше человечеству на нашем веку не была известна. И постепенно снижать ее интенсивность. Если она была на десяточку, сделать ее такой, чтобы она была там на 6, на 5 баллов. Вот это то, над чем стоит работать. Сейчас я дам вам некоторые техники по снижению тревоги, но ставьте нормальную цель, потому что будет возникать чувство фрустрации, неудовлетворенности от того, что я делаю всякие техники по поводу тревоги, а я все равно продолжаю тревожиться. Это нормально тревожится. Тревожьтесь и действуйте дальше. Но давайте по поводу тревоги. По поводу тревоги. Еще в свое время Мишель де Монтень сказал, что в своей книге «Моя жизнь была полна трагедий, большая часть из которых никогда так и не случалось». И человек такое существо, которое обладает возможностью визуализировать, представлять, планировать. И очень часто именно благодаря нашему неокортексу мы можем такого напланировать, что в моменте мы будем испытывать чувство, как будто рядом с нами тигр реально. Но нередко событие еще не произошло, а мы уже накручены. Вот давайте сейчас сделаем небольшую технику. Она называется декатастрофизация, которая поможет сейчас в тех ситуациях, когда вы тревожитесь. Еще раз, что такое тревога? Тревога – это чувство страха по поводу будущего, не произошедшего еще будущего. И часто мы испытываем такое когнитивное искажение, как катастрофизация. То есть мы выбираем частный случай будущего, в котором все пошло с наихудшим вариантом. И мы прям прорисовываем эти картинки. Как вот убрать картинки негативные сегодня тоже буду говорить. И мы прорисовываем вот эти картинки, страдаем, просто, не знаю, моем посуду, да. А у нас вот эти картинки, ужасы. И вот мы моем посуду, а ощущение как будто просто, ну, ужас-ужас. И это, конечно же, искажение, когнитивная ошибка, с которой можно работать. В частности, например, техника декатастрофизации. Это именно с тревогой по поводу будущего. Не со страхом в моменте, с тревогой по поводу будущего, которое происходит здесь и сейчас, например. Например, вы можете сейчас в чат не писать, можете писать. Давайте сейчас поработаем немножко. Можете на бумаге это прописывать. Поработаем прям. Сформулируйте пугающую вас мысль. Вот вы сейчас практически все в разных обстоятельствах, немножко более-менее в разных ситуациях, в разных обстоятельствах находитесь. Но у многих из вас есть определенные пугающие события, пугающие мысли по поводу событий, которые случаются. Вот сформулируйте эту пугающую мысль. Не знаю, что там мужа заберут на фронт. Или что там сын не вернется, да, с фронта. Или что, не дай бог, там начнется ядерная война. Или что там, ну, просто даже уволят с работы и не на что будет там выплачивать ипотеку. Ну, я не знаю, у каждого свои какие-то проблемы, да, свои пугающие мысли. Сформулируйте ее для себя. Да, Анисад, начнутся военные действия. Вот, например. И прям по этапам, по шагам сейчас с вами будем работать. Кому-то из вас эта техника уже даст определенное облегчение. Поэтому проделайте ее, пожалуйста, прям по-серьезному сейчас. И вот сейчас, для начала, опишите подробно в деталях самый ужасный, самый негативный сценарий, на ваш взгляд. Как наихудшим образом, на ваш взгляд, могут развиваться события. Те из вас, которые верят в то, что мысль материальная и все может сбыться, ну, хорошо, не делайте. Ну, хотя бы немножко представьте, а чего я на самом деле боюсь. Дело в том, что если, знаете, часто всего пугает неизвестность. То есть, я думаю, и там как-то очень страшно, я стараюсь даже туда не глядеть. А вот вы загляните хотя бы на минутку, страху в глаза, увидите, что самого страшного в этом сценарии. Детали какие, что там будет насилие, что, не знаю, расшлененка какая-то, что долгая мучительная смерть, что, не знаю, картина там вот этого груза 200, еще что-то. У каждого своя какая-то триггерящая картинка и триггерящая вот этот образ, да. Убьют кого-то из близких друзей и знакомых. Страх смерти. Прямо увидите детали вот этого негативного сценария. Сценарий, имеется в виду, это как фильм. Вот как развиваются события наихудшим вариантом. Вот представьте, что, ну, все пошло по сценарию ужасному. Не бойтесь, вот многие говорят, я боюсь это представлять, я это притяну. Это и так в вашем бессознательном есть. Я сейчас предлагаю просто фонариком своего сознания немножко это подсветить. Хорошо. И теперь оцените вероятность именно этого самого негативного сценария. Вот что все пойдет именно 100% вот так, как вы описали. Все детали вплоть там до дней, до событий подряд, до там каких-то деталей, не знаю, мучений или еще чего нарисовало ваше подсознание. Насколько в процентах вероятность, что именно так и будет. Прямо оцените. Вот это должно быть число. 10, 20, 30%. По ощущениям, что именно так и никак иначе. Пожалуйста. Напишите. Можете прописать. Процент. Чем четче будет цифра, тем лучше. То есть, ну, не примерно там где-то 50. Нет, вот прям почувствуйте. Хорошо. Анисад написал 30. Ирина, 100%. Около 20. Хорошо, молодцы. Двигаемся дальше. Теперь сформулируйте максимально позитивный сценарий. Вот как в вашем представлении может все развиваться наиболее лучшим сценарием. Не какой-то фантастический из серии «Прилетели инопланетяне, не знаю, и мир сразу возник». Ну, это некая фантастика, наверное, да, в той или иной степени. Хотя, кто знает. Но более-менее реально, что там, не знаю, завтра договорились и прекратились боевые действия. Или там муж пошел на фронт, да, через два дня он вернулся каким-то чудесным образом. Ну, то есть, самый максимально позитивный сценарий, но в деталях. Вот просто прикиньте, как это могло бы быть. Поработайте. Друзья, поработайте. Это сейчас идет терапия реальная, бесплатная. Люди платят деньги за такую консультацию, за такую технику и немалые деньги. Сейчас я вам даю ее просто для того, чтобы вы не крутили постоянно мысли, а сейчас вы увидите от нее эффект. Эффект сейчас будет, я вам обещаю. Сформулируйте детали, посмотрите, что для вас лично было бы наилучшим сценарием. Хорошо. И теперь, когда вы в своей голове видели негативный сценарий, позитивный, полюса, да, такие, теперь опишите подробно в деталях реалистичный сценарий. Как, скорее всего, будут происходить события. Вот опираясь на, ну, вот какой-то опыт, который у вас есть по книгам, по фильмам, по информации, которую вы из разных источников наверняка сейчас брали, да, потребляли. Как, скорее всего, будет происходить событие вот с той ситуацией, которая вот с той мыслью, которая вас пугает. Напишите, пожалуйста. Тоже детали. Друзья, важны детали. Важны именно детали, потому что они влияют на восприятие ситуации. Чем четче вы пропишите детали сценарий, прям, ну, представьте, хотя бы, в минутку уделите этому. Вот детали, нюансы, где, как, сколько времени пройдет, какие события друг за другом пойдут. Вот прям проработайте их. Реалистичный, реалистичный сценарий. И теперь оцените вероятность этого реалистичного сценария. Вот по-честному, да, сколько в процентах, как вам кажется, будет реалистичный сценарий? Какой процент, что вот так оно и будет? Тоже по-честному. Опираясь на свой опыт, на свои ощущения, не старайтесь, там, понравиться кому-то в чате, мне, или, там, я жду от вас как будто какого-то процента. Нет, абсолютно. Сто процентов, сто, десять процентов, десять, как чувствуете, так и напишите. Спасибо большое за вашу активность. Очень приятно, что вы работаете. Это то, что пойдет вам на пользу. Хорошо, хорошо. Вот вы написали какие-то свои сценарии. Вы увидели проценты того, что как будет то или иное событие. Ваше бессознательное это как-то прочувствовало. И вот теперь у меня вопрос. Что сейчас с вашей тревогой? Что сейчас с вашей тревогой? Вот она была 7 минут, да, примерно, вы сейчас это делали, 7 минут назад, какая-то по десятибальной шкале. И вот напишите, что по уровню, по десятибальной шкале, сколько было тревоги до этого. И изменилось ли хотя бы на 1, а на меньше, в меньшую сторону. Ну, может быть, у кого-то увеличилось. Пишите, как есть. Так, как есть, по-честному. Что сейчас с вашей тревогой? Есть ли какой-то результат? Жду ваши ответы. Так, Анисад стал немного легче. Чуть легче, Анна. Была 10, стало 4. Диана, было 8, стало 7,5. Ну, хотя бы так. Хотя бы так. Ангелина осталась. Хорошо. Уменьшилась на двоечку, Ирина. Спасибо. Но у тех, у кого не уменьшилась, или, может быть, увеличилась. Это значит, что, знаете, либо вероятность негативного сценария высока, либо даже если она не высока, то сам негативный или реалистичный сценарий настолько неприятный, что даже при низкой вероятности все равно это ужас. Ну, знаете, из серии пистолет, в нем один из десяти патронов заряжен. Да, и страх будет в любом случае, хотя это 10% вероятности, да, и что ты там стрельнешь, стрельнешь в себя. Но страх будет, потому что это очень сильное событие, да. И вот здесь, что я рекомендую сделать. Тогда напишите план примерно, что вы будете делать, если вдруг этот сценарий, который вас пугает, сбудется. Как вы, возможно, будете справляться с этим событием? И смотрите шире. Прямо сейчас три пункта напишите для себя. Смотрите шире, что вам тогда поможет. Это может быть и психолог, психологическая группа, какие-то книги. Это может быть волонтерство, это может быть общение с кем-то. Ну вот то, что вас действительно пугает, если это сбудется. Как вы себя будете ресурсировать, как вы будете себя возвращать к жизни? Продумайте это. И знаете, кстати, некий такой совет. Это еще тоже Виктор Франко, это психолог, который прошел концлагерь Аушвиц в свое время. Он говорил, что если ты теряешь смысл во всем происходящем, и тебе кажется, что хуже никогда, просто быть уже не может, найди того, кому хуже, и помоги ему. Найди тому, кому хуже, и помоги ему. Для многих это может быть вообще смыслом дальнейшего существования. Я обещал вам немного поговорить про смыслы. Найди того, кому хуже, и помоги ему. Так вот, может быть, это для кого-то будет способ возвращать себя как-то к жизни. Проработайте этот момент, либо просто подумайте на эту тему в дальнейшем. Помните, что из любой ситуации всегда есть выход. И наверняка каждый из вас проживали очень страшные события в этой жизни. Ну, в том числе и смерть близкого, и потерю, и предательство. И что-то мне подсказывает, что вы все равно после этого были счастливы. Вы улыбались, вы смеялись. Ну, не хочется говорить банальные фразы из серии «Время лечит». Скорее хочется сказать о том, что жизнь, она разная. Да, и вот мне хочется вам посоветовать фильм. На меня он в свое время произвел такое очень сильное впечатление. Называется «Призрачная красота». Наверное, «Призрачная красота». Наверное, каждый для себя сделает какой-то свой вывод. Но для меня там был вывод в том, что даже когда ты теряешь ребенка, а там ситуация с тем, что пара потеряла ребенка в болезни, то даже это, в этом есть какая-то прелесть жизни. И интересный фильм, глубокий фильм про вызовы, про некие такие веру в то, что жизнь – это что-то больше, чем то, как наш делит ее мозг на черное и белое. Посмотрите на досуге, если захочется. Он больше про позитив, меньше про какие-то ужасы, страдания и так далее. Хорошо. Двигаемся дальше. Психогигиена. Человек так устроен, что без информации мы не можем. Но когда информации много, мы тоже не можем. Это как с едой. То есть мы не можем без еды, но слопать целый холодильник мы тоже не можем. Ну, кто-то может, а кто-то перекусывает постоянно. И знаете, мне сейчас напоминает то, как мы потребляем новости, как РПП – расстройство пищевого поведения. Увидел, перекусил, увидел, перекусил, поработал, перекусил, поработал, почитал негативные новости, посмотрел какой-то там канал, еще что-то, еще что-то, еще что-то. И вот ты заедаешь, заедаешь, создаешь иллюзию того, что ты в контакте, иллюзию контроля, иллюзию того, что вроде бы все нормально. Но это иллюзия. И здесь срабатывает некий дофамин в том, что информацию получать приятно. Ага, получился, ну, как съел, да, как съел что-то, вряд ли там какие-то белки, углеводы, ну, если там чипсами перекусываешь, да, вряд ли там это очень полезная пища, но дофамин вырабатывается, и с информацией точно так же. Другой момент, что если постоянно перекусывать с чипсами, что будет с нашим ЖКТ? Вот то же самое происходит с нашим мозгом, при той лишь разнице, что ЖКТ может тошнить, или там другой процесс может пойти, да, а мозг наш тошнить не может. И это все погружается в бессознательное. Поэтому психогигиена просто необходима. И, вы знаете, я вот рассуждал на эту тему и понял, что информационные пространства превращаются в такое облако тегов. Знаете, на сайтах иногда бывают там такие слова, какие-то крупнее, какие-то меньше. Ключевые слова. Помните, у нас были как будто ключевые слова. КОВИД, не знаю, маски, потом вот сейчас спецоперация, сейчас мобилизация. И это слово как ярлык, как клеймо, как слепок, как приговор, как штамп, которое создает ощущение, что ничего больше в пространстве нет. Хотя прямо сейчас в нашем мире рождаются дети. Прямо сейчас кто-то признается кому-то в любви. Прямо сейчас кто-то делает первые шаги. Прямо сейчас человек, не знаю, говорит первое слово. Прямо сейчас кто-то дарит кому-то цветы. И мне кажется, очень важно создавать свое облако тегов, создавать свои ключевые слова и быть в сообществах, быть в тех чатах, в телеграм-каналах, где, ну хотя бы есть некий фильтр на вот это, знаете, ярлыком повисшее ключевое слово, как будто, это знаете, как траур. Когда я вот вспоминаю, еще был в школе, мы были на спортивных сборах и были там в одной семье, на перекладных. И тренер нам сказал, пожалуйста, сегодня не смеемся, ведем себя тихо, потому что у хозяина дома большого, где мы там пацанами перекантовались, у него умерла там не так давно, я уж не помню, мама, по-моему. И вот это такой траур висящий. И, безусловно, сейчас есть причины горевать, но они есть причины эти всегда горевать, потому что в любой день умирают дети, происходит насилие и так далее. Если мы говорим о своей психогигиене, о способности оставаться в ресурсе, то найдите те ключевые слова, которые хотя бы будут вас не вот в это болото погружать, а хотя бы оставлять веру, оставлять чуточку спокойствия в этом мире. Если хотите немножко погрузиться в некий такой трэш, но с позитивным ключом, можете посмотреть фильм «Жизнь прекрасна». Это фильм про концлагерь, но про то, как отец, по-моему, преподнес своему сыну, что это такая игра. И цель игры, и победитель игры, мальчику своему сыну, победитель этой игры, он там заберется на танк. И цель это не попасть к охраннику. То есть то, как посмотреть, то, как преподнести. Непростой, тяжелый фильм, не всем его сейчас рекомендую. Но тем, кто понимает, что я хочу как-то менять свою парадигму, смотреть на мир другими глазами, попробуйте. И подумайте о том, какие события, когда я сейчас всем навязываю свои ключевые слова, события с какими ключевыми словами словно испаряются, исчезают из вашего вида. И здесь очень хорошо помогает практика купол. Как только, не знаю, ваши близкие, мама, родственники по телевизору начинают, вот, знаете, входить в вот этот негатив, есть такая техника купол. Когда вы представляете себя в таком шаре, в куполе, и который тотально вас защищает. То есть вы слышите, что происходит, слышите новости, не знаю, у вас, может быть, телевизор фоном говорит, но в вас это не проникает. Ту часть, которая вот подвержена этим новостям, ее это не касается. Дайте ей защиту. Прям помедитируйте, посидите, не знаю, там, минуту, прежде чем общаться с теми людьми, например, который, а ты знаешь, а ты представляешь, а у моих друзей, а вчера по телевизору сказали, и все, и вас это просто убивает. Возьмите такой купол. Иногда рекомендую сказать прям немножко жестко, и сказать, ты знаешь, я на диете хороших новостей. Давай про что-то хорошее. Потому что, ну, так дальше жить нельзя. Стоп, я на диете хороших новостей. Что хорошего? Давай обсудим хорошее. Потому что, ну, я чуть позже скажу, но само знание плохого не дает возможности как-то с этим справляться. Оно, наоборот, выжигает с этим страхом, как каленым железом, выжигает наш ресурс. Поймите, страх выжигает ресурс. Ресурс, который поможет оставаться в стабильном состоянии для наших детей, для наших близких, для себя самого. Страх выбивает эту почву. Оно вам надо? Это выгодно вам или нет? Просто задайте себе вопрос. Знание или то, что я сейчас делаю, мне это просто, ну, вот, полезно? Это мне выгодно или нет? Если вдруг так получается, что ваше подсознание рисует вам какие-то страшные картинки, ну, не знаю, увидели вы какие-то кадры или вспоминаете, или кто-то рассказал. Ведь травму можно нанести опосредованно, не когда ты видел что-то, не когда это с тобой точнее произошло, а когда ты видел или когда тебе рассказали в красках. Это может травмировать, это вообще может привести к ПТСР, посттравматическому стрессовому расстройству. И здесь хороши техники работы с ПТСР, да? Например, если говорить из таких лайт-техник, это техника кинотеатр, представить, вот, что вы эту картинку наблюдаете где-то далеко с последнего ряда, за, даже, знаете, избудки киномеханика в черно-белых тонах, вот под таким толстым стеклом, которое замутнено. Прямо просмотрите вот эту картинку, которая, вот, не знаю, во снах вам является, или которая не может никак уйти из вашего подсознания, да? Прямо представьте, что вы смотрите этот фильм вот издалека под таким стеклом, без звука, в обратной перемотке можете посмотреть, и каждый раз все дальше, дальше и дальше. И потихоньку, а стекло все замутненнее, замутненнее, замутненнее. И потихоньку эта картинка будет испаряться. Это техника кинотеатра. Есть более серьезные техники, которые в том числе используются психологами МЧС, например, для работы с людьми, которые видели какой-то ужас, да, ужасные события. Техника называется ДПДГ. Подробнее я о ней рассказывал, и делали мы ее на моем марафоне «Новый год без тревог», но вы можете посмотреть. Техника ДПДГ расшифровывается как десенсибилизация, переработка движением глаз. Это техника, которая помогает переработать вот это травмирующее событие. Но если говорить просто, представить вот то событие, которое было, и двигать глазами влево-вправо, представляя эту картинку. Замечали, когда мы спим, есть фаза быстрого сна, когда наши глаза двигаются, да, активно двигаются. И считается, что в этот момент как раз происходит такой процесс, когда мозг как бы переваривает те события за день, которые были, ну, такие, не то чтобы травмирующие, но вот они так торчат под сознанием. Но не все события ночью мы можем так перепрожить. Вот техника ДПДГ, когда представили картинку, в том числе это, может быть, какое-то насилие или еще что-то, и прям двигаете глазами примерно секунд 30. Глубокий вдох, выдохнули, открыли глаза, оценили, какой процесс, на сколько процентов уменьшилось. Еще раз представили эту картинку, пришли в нее и еще раз 30 секунд подвигали. Но, предупреждаю, эта техника может усугубить это состояние, поэтому я бы рекомендовал ее делать со специалистом. Не всегда, но иногда бывает так, что оно может одномоментно ухудшить. Это, знаете, как, сначала стало еще хуже, а потом пошло улучшение. И будьте аккуратны, если чувствуете ухудшение, прекращайте технику. Но можете посмотреть просто в Ютьюбе, даже ДПДГ, посмотрите, аккуратненько сделайте, если есть какие-то такие прецеденты. Да, такое приложение можно скачать. Если сейчас апатия, ничего не хочется делать. Простые техники, которые могут помочь в этом состоянии. Сегодня кто-то писал уже про апатию. Апатия, субдепрессивное состояние или уже депрессия легкой стадии, это всегда некая рекомендация, поведенческая активация. То есть начните что-то делать, не лежите. Почувствовали, что вот ничего не хочется, просто приготовьте себе еду и прям похвалите себя. Я молодец, что это сделал. Почистили зубы, я молодец. Помыли посуду, я молодец. Сходили в магазин, я умничка. Прям дайте себе вот этой похвалы. Но помните, что это как лекарство. Когда у вас апатия и субдепрессивное или даже депрессивное состояние, поведенческая активация, это не просто, что ты лежишь, давай действуй. Нет, это лекарство, потому что если вы лежите, то мысли, как такая, знаете, воронка, начинают вас засасывать в состояние, что беспросветный ужас, ничего хорошего не будет, жизнь теряет смысл, и все. И депрессия легкой стадии переходит в депрессию средней и тяжелой стадии. Поэтому спасаемся через действие, через спокойное, но простое действие. И с простого вы можете начать вести дневник активности и записывать, что я сегодня сделала приятного, а что полезного. Это тоже поднимает некий тонус и дает вот это позитивное поглаживание, о котором еще в свое время говорил Эрик Берн, поглаживание, что я не ничтожество, что мир не ужасный, какие мысли бывают в состоянии апатии, а что все хорошо, я делаю приятно, я делаю что-то полезное. Но если у вас депрессия серьезной стадии, не исключайте поход к психиатру, если состояние очень тяжелое к психиатру, к психотерапевту, и в том числе не относитесь с каким-то ужасом, и не бегите как огня, если психиатр и психотерапевт назначают вам антидепрессанты. Если вы уже лежите несколько дней подряд, то антидепрессанты – это то, что как минимум временно, но может помочь вам дать такой трамплин на то, чтобы вытаскивать себя из этого состояния. Не относитесь к этому с каким-то предрассуждением. Как заснуть? Почему возникает сложность с засыпанием? Как я уже говорил, у нас постоянно в течение дня гоняются вот эти мысли тревожные, и те техники, которые, ну, ту технику, например, в частности, которую я вам давал, вы можете тоже проделывать, она будет помогать уменьшать вот чувство катастрофы. И получается, что к вечеру мы так разогнали свою лимбическую систему, вот эти древние слои нашего мозга, что это чистые гормоны. Получается, мы ложимся спать, а гормональный фон такой, что мы готовы бегать и забираться, не знаю, на гору. Какой тут сон? И мы ложимся в этот момент, просто у всех всегда обостряются все наши чувства, мы к ним прислушиваемся, они становятся сильнее, они обостряются. И худшее, что мы можем сделать, это насильно стараться себя заставить уснуть там, прям проговаривать себе там, там злиться, да, потому что там давай, ты должна заснуть. Потому что это лишь повышает гормональный фон и не дает никакого хорошего результата. Что помогает? Очень хорошо помогает звук дождя. Найдите в YouTube, найдите где-то mp3-файл, звук дождя. Почему звук дождя, очень легко включенный, помогает заснуть? Потому что это эволюционно в нас заложено, что когда дождь, наши предки знали, что хищники не охотятся, как правило, и мы находимся в большей безопасности, и чисто бессознательно можно расслабиться сильнее. И звук дождя расслабляет нас сильнее. Это то, что можно сделать. Дыхание. Дыхание – это очень, на мой взгляд, неизученный инструмент, которым очень мало и редко кто пользуется, но и недооценивает. Дыхание 2-4-8. Что это значит? Вы можете сделать, например, на два счета вдох через нос и на четыре счета выдох через рот со звуком, таким легким звуком «Ха». И дальше, ну, как бы пожелание. На восемь счетов можно задержать дыхание, когда вы выдохнули. «Ха». И прямо вот эту паузу возьмите на восемь счетов. Или на четыре счета. Кому-то может быть негативно, ну, то есть задерживая дыхание, и вот, наоборот, какая-то паника начинается. Не начинается. Не задерживайте дыхание. Но многие… Вот прям попробуйте сейчас вместе. То есть выдох должен быть в два раза дольше, чем вдох. Вдыхаем на два или четыре счета. Выдыхаем. Пауза. И вот соприкоснитесь с этой тишиной внутри. Мысли как будто бы замерли у кого-то. Если замерзают, то прям 3-5 минут такого дыхания перед сном, сидя, либо лежа, очень сбалансирует ваш мозг. Это такой естественный транквилизатор. То, что притупляет наши эмоции. Это напрямую влияет на нашу амигдалу, миндалевидное тело в мозге. И заставляет, выравнивает гормональный фон, эмоциональный фон. Вот 5 минут буквально такого дыхания. Запомните. Выдох через рот со звуком Х. Легкое, без напряжения. Никакого напряжения в теле. Напряжение выдыхайте, наоборот, с выдохом. А вдох короткий через нос в 2 раза короче, чем вдох. Попробуйте вот сейчас делать. И почувствуйте успокоение. Это можно делать не только перед сном, а в те моменты, когда тревога очень сильно застала вас врасплох. Я, кстати, этим пользовался. Нередко, когда возникал страх, тревога, например, перед публичным наступлением. Буквально минуту такого дыхания. И такое состояние пустоты, приятной пустоты, когда ты в потоке. Ведь наши мысли рождают эмоции. Вот, допустим, была бы мысль, о, там, не знаю, столько-то человек. Они там думают, ой, что я там руками все машу. А что они подумают? Все, и все, погнала мысль, эмоция. Эмоция дает тремор. Тремор, как снежный ком, рождает новую мысль. Ой, они видят, как я дрожу. Они думают еще... И все, и понеслось. А вот это дыхание, оно рождает отсутствие, пустоту в голове. И эта пустота рождает внутреннее спокойствие. Двигаемся дальше. Осознайте, что мир без гарантии стабильности. Мы как будто бы стремимся к гарантиям, к контролю, к определенности. И нам кажется, что неопределенность, особенно которая сейчас есть, это угроза. Неопределенность — это норма жизни. Даже если бы не было всех этих военных действий, кризиса или там чего еще столько, мне кажется, не будет в мире, все равно мы контролируем, дай бог, 1% из того, что с нами происходит. Вышел просто, не знаю, кирпич на голову попал и все. Чихнул, что-то там замкнуло в сердце, все, ты уже на небесах. Мы тотально, тотально не принадлежим этому миру. Знаете, я вспоминаю случай моей мамы, с которой мы общались. И она говорит, она была в другом городе, это была зима. И она говорит, Кость, ну вот я сейчас схожу в аптеку, и завтра я планирую выезжать по делам. И через полчаса она звонит мне, представляешь, подскользнулась на лестнице с переломом сейчас. Все, все, скажи о своих планах, насмеши бога. Мы практически ничего не контролируем в этом мире. И это нормально. То есть это, знаете, как, вот представьте, мы когда родились, нас кинули в реку. И можно барахтаться, не знаю, там, грести, и сопротивляться огромной реке, и просто от бессилия потонуть. А можно сказать, да, я в реке, да, она куда-то меня несет, и я могу как-то подгребать. Ага, вижу вот там сейчас какой-то камень, водоворот, вот так, я отгребаю оттуда бы. Так, вижу вот та, то... А дальше я вообще не вижу. У нас горизонт планирования, дай бог, месяц-два. И что мы можем сказать там про год, три, четыре? Мы вот видим что-то и подгребаем. Вот что сейчас, вот если на метафорическом языке говорить, не тратьте силы на то, чтобы плыть против течения. Нас всех несут сейчас вот в эти какие-то военные действия. Это факт. Мы не можем там как-то поменять глобально течение этой жизни, этой реки. Но мы можем грести, у нас есть силы. Мы не тонем. Ну, представьте, мы в некомж спасательном жилете. Но мы течем. И здесь какие-то коряки, здесь там, не знаю, пираньи. Много чего. И вот наша задача примерно подгребать туда-то и туда-то. Не просто плыть по течению. Ну, вот что будет, то и будет. Хотя для кого-то и эта позиция. Тотальная неопределенность. Это нормально. Но я сегодня уже об этом говорил. Наша инфантильная, нередко детская позиция, она требует гарантии, она требует контроля. Это, знаете, ну, вот то чувство, когда ты был маленьким совсем, и, не знаю, там, мама тебя кормила, или ты был в животе еще лучше. И тебя кормили, все хорошо, ты в защите. И если мы застреваем в том состоянии, то нам сейчас, когда мы сталкиваемся с таким стрессом, нам хочется обратно туда. Я хочу предсказуемость, я хочу стабильность, я хочу комфорта в широком понимании этого смысла. Я не говорю про удобство, дорогую машину. Хотя и про это тоже, да. Я хочу стабильности, предсказуемости, я хочу, чтобы все мои близкие были живы, и все было хорошо. И вот это я хочу, дайте мне это, вы не имеете права у меня это дать. Это вот тот неповзрослевший ребенок, который кричит, я не отпущу это. И у вас есть выбор и право выбора оставаться в этой позиции. И есть возможность сказать, что да, окей, события происходят такие, которые я не контролирую. Как мой внутренний взрослый будет действовать максимально эффективно, для того, чтобы я просто не растратил все эти действия, знаете, говорят, в гудок. Весь пар ушел в гудок, и локомотив не двигается. Все. Лежу в апатии. Потому что от вот этого гнева ярости до апатии один шаг. Все силы энергии ушла в гудок, и все, и потом лежишь. Поэтому парадигма взросления заключается в том, что нам нужно с вами прийти, что мир мне его не должен. Нам никто не гарантировал комфортного здесь существования. Никто не гарантировал. Знаете, я сам, ну, сегодня немного, пару раз буду произносить вслух слово Бог, для того, чтобы чуть больше дать вам ресурса. Как я это вижу? Я себя отношу к православным людям, да? Но даже православие, даже религия, даже причастие, покаяние, жизнь тотально в посте и молитве не гарантирует того, что у тебя будет все хорошо. Ну вот, не знаю, может откликнуться сейчас религиозным людям, да? Но далеко ходить не надо. Даже Серафим Саровский, который жил на моей земле, в том числе на Нижегородской земле, он был бит разбойниками, несмотря на свою святость, на свой пост для новых, там, тысячу дней на камне без еды и так далее. Никто нам не гарантирует стабильности. И почему-то мы нередко Бога воспринимаем как табутку от головной боли, как будто это как суеверие. Бог, ну вот смотри, я же был хорошим мальчиком, я же была хорошей девочкой. Вот, я не хочу. И это опять депозиция. Мама, папа, не дай, чтобы со мной это происходило. Это неплохо. И для кого-то, если это работает, пускай так. И я ни в коем случае не против там религии или Бога упаси Господь, да? Я проказываю про то, что никто нам сейчас гарантии не может дать. И это нормально. И я за молитвы, да? Я тоже за молитвы и за то, чтобы быть с Богом. Но чуть позже я раскрою эту тему, как мне кажется, чуть шире, чем в рамках религии. Хотя я сам, ну как мне кажется, человек в православии достаточно плотно, да? И прочно. Но так как я уважительно отношусь ко всем конференциям, я понимаю, что прямо здесь сейчас могут быть люди из разных религий, в том числе атеисты. Но чтобы дать ресурс, я вам расскажу немножко другую еще позицию. Итак, если мы живем в тотальной неопределенности, то что делать-то? Делать-то что, Константин? Ну окей, плыть по течению. И вот здесь эта фраза, которая в свое время у меня висела прямо на компьютере. Делай то, что можешь с тем, что имеешь там, где ты есть. Теодор Рузвельт сказал в свое время. Еще раз. Делай то, что можешь с тем, что имеешь там, где ты есть. Вот ты плывешь по этому течению, у тебя есть, у кого-то надувной круг, у кого-то остаток от разрушившего корабля, у кого-то весло, у кого-то ничего нет, а есть мышцы, у кого-то там еда, у кого-то друг-напарник. У вас у каждого что-то есть. Кто-то посреди водохранилища и вообще до берега очень долго. Кто-то возле берега, разные места. Кто-то умеет плавать, кто-то плохо умеет плавать, ну и так далее. Метафорично говорю, услышите меня, да? И очень важно понять, что есть круг вод, на который я не могу повлиять. Ну вот я не могу повлиять на политику, я не могу повлиять на погоду, я не могу повлиять на экономику. Гробально прям взять и повлиять, да? На других сильно кардинально, изменить их, на какие-то форс-мажорные обстоятельства. Но то, на что я могу повлиять, это на настроение, на мою проявленность в семье, на моё стабильное или нестабильное состояние здесь и сейчас, на то, как я общаюсь с кем-то, на моё настроение. Я могу выбирать мысли, в которые я верю. Я могу сделать технику декатастрофизации и уменьшить свои эмоции. То есть я могу попробовать повлиять на свои эмоции, на своё состояние, как-то на свой доход, на работу, на будущее, да? И вот сконцентрируйтесь на круг влияния, потому что чем больше вы думаете о том, что я могу, что я должна или должен сделать, то, что не входит в зону вашего влияния, тем сильнее вы распрачиваете свой ресурс. Работайте с тем, что реально подвластно вам, да? Делайте то, что можете, с тем, что имеете там, где вы есть. Ну и вот я говорил о том, что хотел бы сказать вам про что-то большее, да, про Бога. И я не хочу сейчас эту тему опошлять как-то, поэтому если кому-то само-то слово претит, ну просто пять минут не слушайте меня, сходите, налите себе чаю, да? Я бы не хотел, чтобы это вызывало у вас какой-то негатив и протест. Но если вы чувствуете, что, ну окей, ну послушаю, ну что там может быть ещё? И, вы знаете, мне кажется, что жизнь – это не про комфорт. Жизнь сейчас очень популярна, и просто со всех утюгов нам кричат о том, чтобы ты стремился к успеху, к комфорту, к благополучию, это нормально, какие-то пассивные доходы, ты лучше, чем другие, ну кучу всего, да? Путешествия и так далее, и так далее. Даже не про деньги, про стиль жизни. Мы совсем забываем о том, что мы прежде всего душа человеческой оболочки. И мы пытаемся жить по материальным законам там, где нужно жить, опираясь на духовные законы. И все наверняка ощущали это чувство пустоты. Вот у тебя всё есть в моменте, а тебе хреново. У тебя всё есть, а на душе просто тебя рвёт и мечет. Когда даже не было войны. Я про обычную ситуацию. Потому что внутри нас есть душа, и кто-то в большем, кто-то в меньшей на данный момент с ней в контакте. Но получается так, что очень часто мы убегаем в комфорт вместо объятий с Богом. Комфорт в широком смысле этого слова. В детей. То, что смысл моей жизни – это дети. В том, что смысл моей жизни – это оставить след в истории. Смысл моей жизни – это быть лучшей версией себя. Смысл моей жизни – это то, чтобы создать какой-то крупный проект. Смысл моей жизни – развитие. Это учить разные языки, увидеть разные страны. Ну и так далее, да? Причём я предложил ещё такие смыслы, которые более-менее такие, ну вроде как, духовные. Я не беру о том, чтобы иметь квартиру больше, чем у друга, машину и так далее. А ведь всё это не про душу. Это всё про безопасность. Про постелить соломку. Про то, чтобы минует меня чаша сия. Про то, что дайте мне гарантию. Я хочу таблетку. Посмотри на меня, отец, как я хорошо себя вёл. Не наказывай меня. Это отношение родитель-ребёнок. И мы опять в детской позиции. Но на мой взгляд, смысл общения и контакта с Богом – это то, когда ты понимаешь, что ты часть чего-то большего. Что Бог в тебе и во всём вокруг тебя. В этом компьютере, в который я сейчас смотрю. В людях, которые пришли на этот вебинар. В людях, которые сейчас вместе. В русских, в украинцах есть Бог. В американцах, не знаю, во всех там. В политиках, не политиках. В друзьях, во врагах. Это всё Бог. И тут включается наша мысль о том, что о какого хрена он допускает всё то, что происходит. Нам никто не гарантировал счастливую жизнь здесь. Но к чему мы точно здесь пришли? К духовному росту и развитию. А духовный рост и развитие происходит через дискомфорт. Через обнажение каких-то своих несовершенств. У кого-то жёстко это будет происходить. Я, кстати, рекомендую вам почитать книгу. Напишите, кто сейчас услышит. То, чтобы кто-то, может быть, не запомнит. Александр Свияш. Книга называется, по-моему, «Как жить» или «Как быть». Как жить, когда всё идёт не так, как хочется. Эта книга не про религию. Эта книга про привязанность. И про то, как в нашей жизни происходит так, когда ты только к чему-то привязываешься, ты начинаешь этого лишаться. Будь то дети, машина, работа. Замечали, что как только ты к чему-то привязываешься, у тебя это отнимается. И вот интересная книга, она может помочь кому-то сейчас, в том числе, вернуть себе ресурс. Так вот, смысл заключается в том, чтобы отдаться объятию Богу. Отдаться Его воле тотально. И вы можете это сделать с помощью фразы, «Господь, я твоя дочка, или я твоя девочка, или я твой мальчик, или я твой сын. Я верю в то, что ты свет и любовь, и я тотально доверяю и отдаюсь тебе». Прям проговаривая это. Потому что как только мы делим мир на то, что «А почему так, Господь, за что мне это?», в нас говорит гордыня. И мы говорим, «Я не согласен с тобой, ты плохой Бог, ты делаешь плохо». Это не про доверие. Это про гордыню, про то, что «Я не согласен с тобой». Если мы помним, падший ангел – это тот, кто возомнил себя лучше Бога. И мы в этот момент ничем не лучше этого падшего ангела. Поэтому тотальное доверие. Попробуйте, просто поэкспериментируйте. Когда будет невмоготу, когда будет тяжело, или когда будет тотальная неопределенность, такая, что уже невыносимая, проговаривайте эту фразу. Пускай она будет для вас опорой. Пускай она будет той, которая уже последняя такая, знаете, последняя палочка-выручалочка. Дай Бог, чтобы это вам помогало. Но и знаете, про то, что если ваши близкие – муж, сын, брат, друг, отец – сейчас на фронте или собирается идти на фронт, скачайте или купите, найдите эту книгу «Чудеса на дорогах войны». Это книга, которая вселяет веру в то, что возможно очень многое. Возможно то, что я своим умом даже не допетрю, даже не додумаю. Попробуйте просто почитать как бальзам, просто почитать как некое другое мнение на то, что и на войне бывают чудеса, и на войне рядом с вашим близким будет Господь. Не если вы будете молиться и так далее. Да, конечно, делайте это. Я верю в молитву. Но я бы хотел вас убрать это. Если я много помолюсь, все будет хорошо. Если я мало, будет плохо. По вере вашей да будет вам. Но вот эта книга – это то, что укрепляет веру. Укрепляет веру как раз в такие времена, которые сейчас, похоже, наступают. Не помню, кто автор Светланы. Это православная книга. Я ее купил просто в магазине при храме, при соборе. Не могу сказать, кто автор. Но просто погуглите. Она одна с таким названием. Ну и сейчас я бы хотел сделать небольшую практику, буквально минут на 5-10, для того, чтобы вы получили мощный, серьезный ресурс. Ресурс вашего рода. Вот здесь вы можете видеть такую интересную схему, похожую на крылья, на птицу. Мне бы хотелось, чтобы эта техника, эта картинка реально вас окрылила. Даже вот в эти какие-то ужасные времена, чтобы вы летели по этой жизни, даже будучи дома, даже будучи, не знаю, на фронте, где угодно, ведь женщины тоже призывают, медиков и так далее, военнообязанных. Даже тогда, когда вы находитесь по другой стороне баррикад, рядом с вами грохочут залпы, и взрываются бомбы, я бы хотел, чтобы вы были с ресурсом. И эта картинка, это те поколения, которые были до вас. Здесь 7 поколений, знаете, там, говорят, до 7-го колена. Здесь 7 поколений, а вы, вот эта циферка 1. 7 поколений, которые были до вас. Мама, папа. У них бабушка, дедушка у каждого. Прабабушка, прадедушка. И это ваш род. Ваш род, который сейчас за вами. Я хочу, чтобы прямо сейчас вы сели поудобнее, закрыли глаза. Давайте сделаем это минут на 5-10. Закройте, пожалуйста, глаза, присядьте. Немножко сконцентрируйтесь на своем дыхании, сделайте его более спокойным, ровным. Выдохните все то напряжение, боль, сомнения, страдания, возможно, которые есть. С каждым выдохом выдыхайте это напряжение. И мы будем работать в области вашего воображения. Но для бессознательного нет разницы. Для психики нет разницы. В реальности это происходит, либо в вашем воображении. Представьте на неком экране. Как получится представлять, так и получится. Может быть, кто-то ничего не увидит. Кто-то просто что-то почувствует. Кто-то все увидит, и это тронет его до глубины души. Как пойдет, так и пойдет. Представьте, что перед вами стоит весь ваш род. Здесь 128 человек. Это все люди вашего рода по маме и папе. И кто-то из них тоже прошел военные времена. Кто-то прошел раскулачивание. Кто-то прошел тяжести крепостного права. И вы частичка каждого из них. Смотритесь в их лица. Смотритесь в их судьбы. Смотритесь в их силу. Почувствуйте их ресурс. Почувствуйте их мудрость, их знания. Каждый из них приходил в этот мир для чего-то. И как минимум для того, чтобы вы появились на свет. Вглядитесь в эти лица. Вглядитесь в эти глаза. И скажите им честно то, что вам хочется сказать. Может быть вам хочется сказать Мои хорошие, мне страшно. Может быть вам хочется сказать Я боюсь всего того, что сейчас происходит и будет происходить. А может быть вам хочется сказать Спасибо, что вы были в этом мире. Спасибо, что я часть вас. Отдайте им что-то, что они невольно передали вам. Потому что бывает та тревога и страх, который вы сейчас испытываете Это не ваша тревога и страх А это поколенческая травма. Скажите Это ваше И я возвращаю вам обратно. Увидьте это в виде какого-то образа, символа Это то страдание, которое возможно Через поколение передавалось вам. Отдайте это. Скажите Я могу идти дальше без этого Без этого страдания, без этого страха, без этого боли Без этой боли Я возвращаю вам это Увидите Чье это страдание Чей это страх Чья это боль Вот из этих всех лиц И им отдайте И при этом Получите от них тот ресурс Ту колоссальную энергию и поддержку Которая на генетическом уровне заложена в вашем ДНК Это энергия поля Они сейчас физически рядышком с вами И они могут дать вам всю ту мощь, энергию и силу Справиться с любым вызовом этого мира И примите этот ресурс Как поток энергии Как подарок, как некий образ С любовью и благодарностью Можете прям поклониться им Поблагодарить за этот ресурс И увидите, как это входит в вас Наполняет И осознайте, что вы здесь не случайно Вы не просто так Вы не ошибка природы Вы не просто так пришли сюда пострадать Как минимум 128 человек предыдущего поколения Были здесь для того, чтобы вы воплотились в этом мире Для чего-то большего Для чего-то значимого Чем просто бояться, страдать и переживать Вы весь потенциал этого рода И постепенно можете развернуться С благодарностью и поклоном К ним спиной Лицом в то будущее Которое предстоит нам В 22, 23, 25 году И посмотрите вот на эту линию Лет вперед Насколько вам хочется На месяц, на год, на 10 лет вперед Ощущая, как эти люди Физически стоят за вами И ресурсируют Наполняют И поддерживают вас Как минимум может быть Что мама и папа Держат вас за плечи А все остальные Держат их за плечи И это все Как воронка Сходится в вас И осознайте, что Что бы ни происходило В этом мире В каждую секунду Времени Вы здесь не одна За вами всегда Сила вашего рода И вы здесь не случайно Не просто так, чтобы пострадать Не просто так, чтобы помучиться Вы здесь Для духовного роста Для жизни В очень большом смысле этого слова Для разной жизни Почувствуйте Как появляется опора Под вашими ногами Как появляется некий стержень Внутри вас Когда вы не одна И когда вы чувствуете Эту опору И поддержку от людей Как вы смотрите вперед На вызовы этого времени И они становятся для вас Возможно Какими-то маленькими Преодолимыми Как минимум Да, они простыми Но вы не одна Вы не одиноки И закрепите это чувство Внутри себя Можете взять себя За запястье Сделаем из НОПи Такой якорь Можете взять себя За указательный пальчик Сожмите Ощущая вот это Ресурсное состояние Если вы его ощущаете Ощущая вот эту поддержку Ощущая, как ваши крылья Расправляются Как плечи расправляются Что вы не одна Лицом к лицу К вызовам этого времени И каждый раз Когда вдруг На вас будет находить Тревога Или вы будете получать Какую-то Неожиданную новость Просто берите себя За запястье И за указательный палец Для того, чтобы вспомнить Какая мощь и сила За вами всегда Каждую секунду Рядом с вами Поблагодарите себя За эту практику За то, как она прошла Пусть так она и была Поблагодарите свой род За то, что они откликнулись И пришли для вас В эту практику Поблагодарите Вселенную, Бога, пространство За то, что вы выбрали Прийти сейчас сюда На этот вебинар И пройти тот опыт Который вы сейчас прошли И можете плавно Потихоньку Сделая глубокий вдох И медленный Спокойный выдох Через рот Открываете глазки И возвращаетесь туда Где вы сейчас есть Плавно приходя В состояние покоя Спокойствия Уравновешенности И глубокая Глубинная Внутренняя опора Которую Возможно Я очень хочу В это верить Вы ощутили Друзья Как вы сейчас С чем вы сейчас Про что вы сейчас Что внутри Что в теле Что в ментале Что в эмоциональной сфере Напишите все Что откликается Пишите все Хорошее Плохое Ну я имею ввиду Даже если Не знаю Слезы Даже если Не знаю Там радость Какие-то эмоции Уверенность Спокойствие Все что происходит Прямо здесь сейчас Напишите пожалуйста В чат Спокойствие Полное спокойствие Алена пожалуйста Сохраните эфир Ален скажу по секрету Что он вроде бы пишется Но не знаю Как это будет Я редко на этой платформе Провожу Эфир Но у меня есть План их его повторить Уже в социальных сетях Не знаю Может в инстаграме проведу Спокойствие Уверенность Благодарность Надежда Как часто вы пишете Слово спокойствие Мне это очень приятно Норм Спасибо Ирина Слезы всегда И везде И по любому поводу Ирина Это может говорить о том Что Ваша внутренняя девочка Много что не выплакала И вы с этим грузом Ходите по жизни Это конечно Как минимум такая Заявка на проработку Наталья Моя тезка Нижний Новгород Ой Моя землячка Расслабленность И покоя Улыбка Слезы Что я жива План лучше в телеграмм Телеграмм тоже думаю провести Наревелось Легче стало Спасибо Мощь Во многом Тот результат Который вы сейчас Почувствовали Это в том числе И ваша искренность И ваша включенность В этот процесс Помните Я вначале говорил Что попробуйте Отключиться От всего Что происходит Не слушайте Этот вебинар Параллельно Делая что-то Ну я предполагаю Что кто-то все равно Что-то делал параллельно Но если получилось Если смогли Соприкоснуться Это здорово Это классно Хорошо И у нас сейчас будет Небольшой блок Ответов на ваши вопросы Можно будет Поуточнять Какие-то моменты Немножко по своим ситуациям Буквально недолго Минут 10-15 Но прежде Я бы хотел сказать О том Проекте Который я хочу Сейчас запустить Потому что Мне кажется Что Он сейчас будет Актуальным И Еще раз повторю Не Не все могут Позволить Там Дорогостоящие Консультации Один на один С психологом Но Так или иначе Сейчас Как никогда Важно Находиться В экологичном Поддерживающем Пространстве Это Результат Во многом Еще и той Синергии Которую вы видели В чате Вы видели Что вы не одиноки Вспоминайте Того котенка Гав Который говорил Давай бояться Вместе Это и результат Того Что я вас Бережно И заботливо Вел Под Под тем знанием Опытом Которым У меня Уже Больше Десяти лет Вместе Со мной Это результат Доверия Мне Группе Потому что Многие из вас Списали Очень Личные Вещи И это Работает Очень Глубоко И поддерживающе И Как я Говорил Раньше Сегодня Что Вокруг Нас Очень Много Ключевых Слов И Очень Важно Находиться В каком-то Пространстве Где Есть Островок Опоры Безопасности Экологии Где Тебя Примут Любую В Растрепанных Чувствах Разорганизованную Ну и так далее И тому подобное Поддержат И дадут Ресурс И Знаете Есть такой Принцип Банки С солеными Огурцами Когда В рассол Где находятся Соленые Огурцы Ты помещаешь Не соленый Огурец То через Какое-то Время Он тоже Просаливается И Я вижу Что Сейчас Как никогда Необходимо Сделать Что-то Подобное Я Буду Являться В этой Банке С огурцами Основной Приправой Ну если Говорить Таким Метафорическим Языком Я буду Той Специей Который Будет Задавать Основной Тон И кому-то Из вас Мой стиль Моя Подача То как Я сейчас Это делал Зашло Вы почувствовали Себя Комфортно Вы почувствовали Результат Хотя Дал Наверное 1% Из того Что я Знаю Того Что я Применяю На Консультациях На Каких-то Других Встречах Вебинарах Этим Рассолом Я очень Хочу Чтобы Я очень Хочу Организовать Сообщество Поддерживающее Сообщество В котором Будет Не будет Никакой Политики Негативных Новостей В котором Будет Очень Бережное Экологичное Пространство Без критики Потому что Я был сам В разных Терапевтичных Группах Я был сам Как клиент У разных Психологов И После Некоторых Коллег Мне приходилось Брать Личную терапию И откачивать Себя Да Потому что Слишком Жестко Слишком Прямо Говорили О каких-то Твоих Несовершенствах Если вы заметили Мне вчера Одна клиентка Сказала Не знаю Может это у нас есть Сказала Константин Я смотрел Ваши ролики И знаете Почему я выбрал Вас Как психолога Ну вы Немножко Такой Как женщина Мне это Эмирует Потому что Я знаю Что внутри Меня И мужская И женская Часть Знаете Когда-то Я сравнил Метафорически Есть такая Фраза Будь Стальной Рукой В бархатной Перчатке Я могу Быть жестким И гнуть Свою линию Но при этом Очень мягко Бережно И заботливо И мне хочется Верить Что у меня Получается Регулировать С кем быть Чуть пожестче С кем мягче С кем подобрать Слова так Чтобы не ранить Потому что Он ранится Даже опушинку Сейчас А кому Прямо И четко Сказать То что Он не решался Увидеть Десятилетия И это Даст Результат И В этом Пространстве Я собираюсь Быть Каждый день Каждое утро Начинать С того Чтобы Давать Какую-то Поддержку Всем людям Которые Будут В этом Чате Это Может быть Какая-то Притча Это Может быть Какие-то Мои Рассуждения Это Могут Быть Одна Из тех 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 Сотен Тех Тех Которые Я за Эти 14 Лет Изучал Практиковал И И Использовал Сам И со Своими Клиентами Это Возможность Учиться На Ситуациях Других Участников Которые Я буду Разбирать И Показывать Да Как Как Можно С ними Справиться Это Обмен Опытом И Поддержка Друг Друга Когда Вы Сами Будете Рассказывать Что Вам Сейчас Помогает С чем Вы Сейчас Сталкиваетесь И Справляетесь Коллеги Вижу Ваши Комплименты Спасибо Большое Мне Очень Приятно И Помимо Вот Такого Чата Поддерживающего Телеграм Чата Это Будут Еще Онлайн Встречи В Зум Не так Как Сейчас Когда Я Не Вижу Ваших Лиц Это Именно Встречи В Зум Где У Вас Будет Выбор Быть С Видео Или Быть С С С С С Я Уважаю Право Каждого Проявиться В Этот День И В У 1900 Примерно Два Часа Продолжительность Где Это Будет Не Такой Вебинар А Реальная Моя Работа Как Психолога На Терапевтичная Поддерживающая Группа Где Я Буду Прям Помогать Разбирать Опираться Опираясь На Пространство Помогать Разбирать И Помогать Вам Вытаскивать Себя Из Любых Ситуаций Не Только Связанные Сейчас С с родительскими моментами, да, с финансовыми какими-то просадками, это будет полноценная моя включенность раз в неделю стабильно по два часа со всеми, кто придет на эти встречи, помимо ежедневной включенности и поддержки в чате. По сути, это моя круглосуточная поддержка всем участникам чата. Я примерно год назад, еще до 24 февраля, проводил такой марафон, знаете, как чувствовал. Провел марафон трехдневный, такой мощный, по два часа каждый, Новый год без тревог. И он лежит у меня записанный, я иногда спрашиваю у тех, кто проходил его, как вам помогает. И многие говорят о том, что спасибо вам огромное за то, что вы это сделали, как чувствовали до февраля, потому что только он мне сейчас и помогает справляться с той тревогой, которая есть. Там три урока, по два часа в записи, там очень много техник, очень много глубины и вот эти техники, которые реально работающие на каждый день. Кто-то у меня обучался ранее, знает, что я, знаете, такой сторонник картошки с мясом, никакой воды. Я очень уважительно и сильно ценю время каждого, потому что я очень ценю свое время. Я столько обучения прошел, какие-то я смотрю прям на полуторной скорости, потому что там раз в час дадут какую-то технику, а все остальное про успешный успех, про какие-то такие вещи. Я вот это не люблю. И этот курс – это просто свежевыжатый сок из техник и теории той, которая реально успокаивает и уменьшает тревогу. И я решил, что именно участникам этой группы я отдаю в подарок этот курс без всяких сожалений. Он сейчас не продается, его нельзя купить отдельно. Он только для участников этой группы. Ну, вот здесь вы можете видеть отзывы тех, кто был на этом марафоне, да, те, кто проходили его, те, кому он, я надеюсь, помогает. Да, Лариса, прошу ответить на вопрос. Лариса, сейчас будет у нас чуть позже блок ответов на вопрос, я с удовольствием отвечу, но я сейчас закончу. И что в итоге я хочу сделать? Я хочу запустить такой проект, который, мне кажется, сейчас как никогда актуален. И подведем итог. Это некая моя поддержка, не некая моя поддержка, а полная включенность в телеграм-чате, в общем телеграм-чате, в котором будут участники этой группы поддержки, которая так называется, точка опоры. Да, это группа поддержка, точка опоры, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 30 дней, по сути 720 часов моей поддержки и поддержки друг друга, вас, чтобы вы не оставались наедине со всем тем ужасом, который сейчас творится, и мы не знаем, что будет уже через неделю, через даже несколько дней. Помимо этого, 4 зум-встречи, на которых вы можете прийти и получить в меня, вот в полный свой доступ, ну как минимум на 20-30 минут, разбирая вашу ситуацию. С персональным разбором и рекомендациям по вашей ситуации. Ну и плюс подарок курса «Новый год без тревог». Это там те техники, такие, знаете, классика, которая и в военные времена, и просто, если вы тревожный человек, по сути, это вам поможет. Я говорил вначале, что нужно взращивать свою взрослую позицию. И это не вопрос одного дня или одного какого-то вебинара, это полноценная работа, столкновение с какими-то своими несовершенствами, своими инфантильными чертами. Это работа с движением вперед, это преодоление. И поверьте мне, я сотни часов был сам в терапии, я тот еще травматик, спасибо моим родителям, но я им реально очень благодарен, потому что, если бы не они, я бы не смог так чутко чувствовать, когда я работаю с травмой, когда я вижу боль человека, я ее ощущаю на своем теле. И я знаю, где, как подобрать какое слово. Так вот, я знаю, как непросто быть один на один со своей болью, и как важна поддержка профессионала и поддержка сообщества, где я очень буду следить за тем, чтобы не было критики, не было обесцениваний, фраз из серии. Да ладно, подумай, что вы там переживаете, все хорошо, смотрите на позитив. Такого я допускать не буду, будет очень вежливое, поддерживающее, экологичное пространство. Те, кто были на моих курсах, в обучениях знают, насколько для меня это важно. И старт группы будет, по сути, уже сегодня. То есть уже сегодня можно будет задавать какие-то вопросы в нашем чате, уже сегодня можно будет спрашивать что-то, интересоваться. А первая Zoom-встреча пройдет 5 октября в Zoom, да, и ссылка будет приходить. Все эти занятия будут в записи, и вы будете получать их на свою почту. То есть это получается возможность получить меня в доступ на 720 часов. Все это идет по цене меньше, чем один час моей консультации. Один час моей консультации стоит сейчас 5000 рублей. И я понимаю, что не всем это по карману. И более того, человек иногда на консультации 30-40 минут просто рассказывает про то, что у него произошло. И дальше я максимально стараюсь ему в оставшиеся 20 минут как-то помочь, но все равно дальше он один на один с собой. Да, если человек идет в длительную терапию раз в неделю, но, извините, у меня это 20 тысяч в месяц, да, раз в неделю по 5 тысяч. Не у всех есть такие средства. Я понимаю, что кому-то именно такой формат подойдет больше всего. Поэтому, друзья, если вы готовы двигаться со мной, если вам это близко, если вам близки те участники, которые сегодня были, потому что многие из тех, кто сегодня делился, открывал свою душу. Знаете, я хотел бы, чтобы эта группа стала семьей. И, может быть, даже мы когда-то встретимся вживьем, увидимся, обнимемся, подарим теплоту души друг другу. Я бы хотел, чтобы это было очень поддерживающее, дружное сообщество. Если вы чувствуете, что это то, что вам сейчас нужно, хочу вам сказать добро пожаловать. Вы спрашиваете о том, как вступить в группу. Сейчас появится под видео кнопка, кнопка с ссылкой подробнее о группе. Вы можете на нее нажать и перейти. И также в чат, сейчас я продублирую это ссылкой, да, вот узнать подробнее. Ссылка там, психлуб.онлайн, точка опоры. Группа так и называется, точка опоры. Вы можете прямо сейчас нажать на кнопку, можете перейти по ней. Оплату можно произвести из любой точки мира. Даже если вы находитесь в Европе, в США. Если вдруг оплата не будет проходить, напишите мне лично либо в Телеграме, либо в ответ на то письмо, когда вы оставите заявку, вам придет письмо. И в ответ на это письмо вы можете написать, Константин, что-то не получается с оплатой. У меня есть разные способы, которыми у меня клиенты оплачивают. Из США, из Канады, из Германии, из Италии. Если вы за границей, это не значит, что вам не нужна эта точка опоры. Я бы хотел, чтобы это не было только вот по сугубо, потому что сейчас какие-то страшные события в России. Опора нужна многим по разным темам. И группа стоит 4900 рублей на месяц. Соответственно, оплачивая участие в группе, сегодня на месяц вы получаете меня и друг друга в свое распоряжение. Конечно, я не смогу там моментально отвечать, потому что у меня загруженный график, да, и как минимум 3-4 консультации в день. Но то, что вы будете для меня под приоритетом номер один, и каждый день я точно буду появляться в чате, это я вам гарантирую. Поэтому вы не будете брошены одни в тот период, который сейчас наступил. Хорошо. Если кто-то принял решение присоединяться, можете оплачивать прямо сейчас, и уже прямо сейчас у вас будет доступ к чату и к курсу Новый год без тревог. Вы уже прямо сейчас можете его начать проходить, и те техники, эту теорию, которые я там дал, уже можете начать использовать и облегчать свое состояние. Поэтому присоединяйтесь, не откладывайте в долгий ящик, группа потихоньку будет набираться и скоро закроется, потому что она точно не резиновая, да, и я, например, прикину свой ресурс и ограничу вступление в эту группу достаточно скоро. Пока два дня будет на то, чтобы в нее присоединиться. Хорошо, давайте я еще раз продублирую ссылку. Еще раз, кнопка есть под видео, и также ссылка есть в чате. Если кто-то уже присоединился, я этого пока не вижу, можете написать, что я уже с вами, да, и я скажу вам персональное добро пожаловать, и поблагодарю за доверие, за доверие мне, за доверие этому пространству, за то, что вы выбрали быть сегодня здесь и в ближайшие месяцы провести его вместе с нами. Алена, уже оплата проходит без проблем, спасибо. Лариса из Европы никак и ничего не платить. Лариса, у меня есть еще два, три как минимум альтернативных способа, они вообще с собой не взаимосвязаны, поэтому не переживайте. Я даю вам 99,9%, что вы сможете оплатить в евро с картой своего банка, не переживайте. Просто напишите мне в личку, можно в Telegram, никулин, нижнее подчеркивание, Константин. Это персональный мой Telegram канал, и я вам скину ссылки для оплаты, не переживайте. Ольга, я с вами, мне пришло письмо, другая Ольга, благодарю за вебинар. Так, Лариса, так что же почитать про ресурсы рода? Хороший вопрос, Лариса, хороший вопрос, что почитать, и даже он меня ставит немножко в тупик. Знаете почему, Лариса? Я честно, я не буду выдумывать сейчас, потому что все практики, которые я делал с родом, я делал их со своими психологами, со своими терапевтами в терапии. Это были разные техники. И, ну, из профессионального, тема трансгенерационной травмы, можете почитать. Забыл я автора, забыл автора. Трансгенерационная травма – это та травма, которая передается через поколения. Просто забейте в гугле «трансгенерационная травма» и посмотрите все книги, которые по этой теме. Я давным-давно про тему рода увлекался, да, расстановочные техники тоже можете использовать, поискать по ним. Но вот что-то конкретное почитать, наверное, Ларис, не порекомендую. Техник знаю много, но даже не всегда знаю, кто их автор, потому что во многом они передавались мне из уст у уста, когда я был сам клиентом, когда я отрабатывал свои отношения с папой, с мамой, с бабушкой, с дедушкой. Ага, Ирина пишет, что по техническим причинам невозможно получить ссылку на оплату. Так, секунду. Такое может быть. Так. Ну, тогда переходите только по кнопке, которая есть внизу. Под видео. И попробуйте по ней. Так. Ну, давайте еще. Вопросы. Все, что сейчас беспокоит, напишите. Все, что сейчас переживает, давайте еще. За что переживаете? С чем столкнулись? Можете просто дать обратную связь. Так. По техническим причинам невозможно получить ссылку на оплату. Ирина, тоже напишите мне лично, да, Никулин, нижнее подчеркивание, Константин в Телеграме. И я пришлю, пришлю информацию, как можно оплатить будет. Ссылка на мой Телеграм-канал. Вот вы можете видеть Никулин, нижнее подчеркивание, психолог. Никулин, нижнее подчеркивание, психолог. Это мой Телеграм-канал. Просто в Телеграме вбейте Никулин, нижнее подчеркивание, психолог. И выйдет мой канал. В инстаграме не нижнее подчеркивание, а через точку. Никулин.психолог. Светлана, меня беспокоит вопрос не по теме перенос на психолога. Это нужно прорабатывать на личной терапии? Да, Светлана, лучше всего, конечно же, если вы работаете с этим психологом в терапии, прям сказать о своем переносе, рассказать о том, что происходит, что вы чувствуете. Потому что терапевтические отношения с клиентом – это тоже ресурс, это тоже терапия, которая происходит. И проговаривая честно это со своим психологом, это как минимум будет давать вам возможность увидеть, что происходит в этот момент, какие, скажем так, процессы. И это может показать, в какую позицию вы западаете, что не так там. И можно проработать это и ускориться вашей терапией. Поэтому если есть перенос, пожалуйста, лучше всего проговорите это. Так, ну что, если вопросов нет, хочу вас поблагодарить еще раз, сказать, что та опора и поддержка, которую вы сегодня, я надеюсь, будет с вами. Я хочу в это верить. И, пожалуйста, чувствуйте в любой ситуации, что вы не одни, что вы не одна. И что во всем происходящем, даже каким бы ужасным это ни было, есть смысл. И это для чего-то нужно. Для чего-то нужно вашей душе. Для чего-то нужно нашему всему коллективному, бессознательному. Знаете, мне иногда кажется, что весь тот ужас и тот трэш, который творился до этого, по сути, ведь это такая развращенная, разврат нашего ума, образа жизни, действий, которые мы накопили просто в коллективном, бессознательном. Сейчас запустил вот тот процесс, который запустила для очищения, очищения наших душ. И, возможно, если смотреть с этой точки зрения, то тогда очень многое обретает смысл. Мария, желание убежать – это нормально? Конечно, избегание – это одна из стратегий поведения в тревожной ситуации. Я бы поисследовал, какая часть вас хочет убежать, ну, то есть откуда это желание, почему, какая причина. И дальше просто включил своего взрослого и посмотрел, какие плюсы, какие минусы, если я убегу. Ну, физически там или психологически. И что я получу. Ну что ж, да, спасибо большое за добрые слова. Еще раз добро пожаловать тем, кто принял решение продолжать дальше вместе в нашей группе, группе поддержки. И желаю вам стабильности, внутреннего покоя, умиротворения во всех тех событиях, которые сейчас происходят. Всего вам доброго и, дай Бог, до следующих встреч в теплом, открытом, душевном мире, который мы все вместе будем создавать. Вместе. Всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok